С момента предыдущей встречи дом 24 на Садово изменился в лучшую сторону, по крайней мере внешне. Были наконец-то заделаны температурные швы между секциями, благоустроена прилегающая территория, заасфальтированы дорожки, посеян газон, установлена детская площадка. Однако жители указывают на то, что скрытые дефекты так никуда и не делись. Ремонт, к сожалению, который был сделан в начале этого года, уже приходит в невгодность, потому что некачественно было сделано. Например, освещение отсутствует, нет ремонта, даже не отштукатурено. Вот так у нас выглядит крыша, что вода не уходит, просто видите, при яме вода не уходит. Так дверь выпадает. Мы хотим, чтобы дом наш доделали, и мы жили здесь комфортно, потому что все, что делает Ронтек, это только для галочек. Даже асфальт нам обещали положить, эвакуировать все машины, дать объявление, положить одним пластом. Ну, видим то, что мы видим. Ничего этого не было сделано, ни ГАИ не договорено, ни объявление нигде не развешено. Представители районной администрации претензии жителей полностью поддерживают. Конечно, муниципальные переселенцы ждут своих квартир уже давно, и их желание поскорее переехать, махнув рукой на недоделке, понять можно. Но стоит им только въехать в свои квартиры, и все проблемы тут же от застройщика перелягут на плечи местной власти и управляющей компании, а это серьезное бремя. Есть значительное нарекание к конструктиву внутри дома, связанное с вентиляцией, с отсутствием систем пожаротрушения, которое, не знаю, почему для отдельных коллег, не принципиально является элементом, а по мне так это серьезный вопрос. Значит, и я совершенно справедливо разделяю мнение тех людей, которые сейчас уже в этом доме живут и переживают свою безопасность, что пожарки здесь нет. Вы можете сколько угодно рисковать, но отвечать за это другие люди будут. И администрация, и собственники жилья, уже въехавшие в дом, полны решимости, что называется, додавить застройщика, чтобы управляющая компания, приняв объект, начала его именно эксплуатировать, а не тратить средства жителей и бюджета на оставшиеся дорогостоящие строительные и отделочные работы. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.